Здравствуйте! В прямом эфире совместное агитационное мероприятие по выборам в законодательное собрание Кузбасса. Сегодня в студию никто не пришел, поэтому эфир канала «Россия-1» продолжит тематическое вещание. Всего доброго! Друзья, здрасте! Сегодня я предлагаю ролик, как и всегда, дослушать до конца, но здесь я хочу вам сказать вот что. Я в конце, прям на фоне того, что вы сегодня услышите, прям в тему дам очень полезные рекомендации, ровно на несколько минут, но они действительно вам понадобятся. Я прям отвечу на ваши вопросы в таком экспресс-формате, когда вы, часто многие из вас спрашивают, сошлитесь на какие-то нормы, которыми можно манипулировать, чтобы поставить вот эту всю публику на место. Вот я сегодня вам прочитаю, а перед этим буду разговаривать со СБЕРом. Будет ролик в конце. А многие же спрашивают, что там микрофинансовые организации всякие там. СБЕР позвонил! Да, и там точно такие же работают. Да, звонят редко, но для меня это тоже загадка такая же, как и для вас. И я могу лишь предположить, что это скорее всего не со СБЕР, а с какой-нибудь коллекторской конторой. Они так прощупывают, потому что там было слышно и понятно, что она не то, что не отличается. Нет, она отличается в худшую сторону. Еще тупее, чем многие, как правило. Ну или точнее такая не тупее, а достаточно тупая, чтобы соответствовать вот этим всем нормам, к которым мы с вами привыкли. В общем, смотрите до конца. Да и вообще все ролики смотрите до конца. Очень полезно. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слышу, Ширакова Любовь Геннадьевна. Могу слышать, Константин Романович, Дерпи. Простите, да, это я. А вы кто еще раз не услышал вас как-то? В организации Home Credit and Finance Bank, я вас слышу, Ширакова Любовь Геннадьевна. Любовь Геннадьевна вас зовут, да? Да. Так что у вас, Любовь Геннадьевна? Так, я вас еще раз слышу, вы, Константин Романович, да? Да, конечно. по вашему кредитному договору у вас здесь пропущен за платежом 32 дня период не оплаты 15 тысяч 504 рубля 14 копеек так бывает оплата уже что скажите пожалуйста я не слышу что вы хотите что я вам сказал у вас оплата уже была вы что хотите объясните нормально внятно что там все шипит вы сами заикаетесь какой-то неконструктивный диалог получается я у вас точнее что вы относили уже оплата как 32 дня и на пропущенную платежи и что услышали коль вы утверждаете что уже уточнили у меня я у вас просила оплату вносили так это по другому спросила то уточнила вы меня спросили да я это знаю вы почему-то отчитываться любите да наверное за каждое свое действие вот вы сейчас мне очевидные вещи сообщаете что вы меня уточнили я без вас знаю что вы у меня спросили что-то говорю не конструктивно во первых шипит все а во вторых ваша связь заикается я вас через слово понимаю поэтому вынужден вот так себя вести ну видимо проверяющие ваши какие-то некомпетентные что я вам обратную связь докладываю связь отвратительная чего не там у вас проверяют они бы хоть сравнивали с чем-то а то не может проверяют но есть есть эти по обратная связь типа коннектится качество связи они проверяют ли только наличие этой связи сейчас услышал бея но это что значит класс откроем 30 страницу и переведем каждое слово на бараний он а мы что-то сказали какое-то слово произнесли а я услышал бея только и все раз по текущему состоянию вас как скоро удастся восстановиться в графике и закрытие пусть и задолжить зачем вы интересуетесь вы интересовались в первую очередь если у меня желание где-то что-то восстанавливаться а то вы думаете не знаю что пропустили вам кто-то другой видимо каких-то обещаний надавала вы уже на меня их проецируете одни такова диалог вести согласен я готов я соответствовать вашим ожиданиям после того как вы услышите ответы делать соответствующие выводы и формировать следующие вопросы вперед забегайте чересчур быстро и далеко извините но кредитное обязательство за что вы сейчас извинились вот мне любопытно за что вы сейчас извинились передо мной чувствуете над вами давлее чувство вины неосознанное не извиняйтесь так часто привыкните и будьте жертвы в этой жизни мы даже не подходили сюда чтобы от них отходить у нас в страненной тему давайте пожалуйста не будем разговаривать у меня просите просите у вас позиция какая неуверенная и шаткая то вы извиняйтесь то умоляйте просите у вас цель какая вот вы позвонили сюда унизится почему то вопрос почему у вас не получается элементарная вещь которая в принципе должен подразумевает весь ваш род деятельности и способ существования почему у вас это не получается а вы пытаетесь это вот так вам и надо так слушайте это целое ноу-хау всем службам взыскания надо разослать общаемся с клиентами сжато и по делу сообщили напомнили о долге сообщили о возможных последствиях и выключились и все следующий платежи постепенно перешли на автоинформаторов и сам институт служб взыскания в формате живых людей себя постепенно уничтожили давайте уже не будем настолько философств пожалуйста по контактным данным скажите пожалуйста у вас были какие-то неподъемные груз философия что вы по скрипту работаете причем устаревшим очень давно но во вторых а что за случай что за случай вот это вообще не случай это закономерность события вот сейчас вот с вами происходит это не случай знаете случаи когда вы что-то ожидаете а тот хуяк и как говорится радио маяк да а у вас это не случат закономерность вот не идете целенаправленно это события в вашей жизни не прекращающаяся случай слушал я это слышал слышал это ваши рекомендации знаете чтобы раздавать людям рекомендации нужно заслужить какое-то уважение чтобы к вам прислушивались к вашим рекомендациям а ваши рекомендации ничего кроме проблем выполнения ваших рекомендаций не приносят людям вам доказать осталось это только а для этого нужно сами знаете куда отправиться в личном кабинете конкретно у вас есть вся информация можете обратиться там указать мне меньше всего интересует ваш личный кабинет даже не знаю как туда заходить и как это все выглядит именно в местной мере что вы вы оплачивали заходите и делаете расчеты срочного погашения и контролируете да ладно вам да ладно что вы сочиняете на ходу у вас есть личный кабинет со связью со связью у вас беда со связью честное слово и так то два слова связать не можете в этой жизни а тут вам еще подкузмили ваши проверяльщики которые связь проверяют регулярно вы им скажите этим своим проверяльщикам чтобы они вас пощадили действительно а то и так вас доля незавидная переходите в проверяльщики связи там вы будете на своем месте там там разговаривать не надо там никакой философии контакты проверили и все конечно спасибо вам что уделили время хорошего вечера пожалуйста 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 обращайтесь если что-то по необходимости будет нужно мне особое удовольствие вставляет атаках из себя уводить ну и здравствуйте коллекторское агентство эверест инспектор досудебного взыскания на фамилии всегда вы верес почему-то какая-то помеха всегда там искусственно да вы помеху ставите когда фамилию произносите тверская да просто тверская сказать да и все без акцентов каких-то нормальная распространенная фамилия вы не слышите ну я не слышал если не слышал но просто повторили спокойно без эмоций денис владимирович давайте вернемся к вам есть в москве тверская недалеко от красной площади денис владимирович да это я звонок касательно вашей задолженности по микрокредитной компании верита съездаем долга 34 тысячи 320 рублей на 25 сентября 71 день текущей просрочки требования кредитора закрыть проблемный договор в течение суток не позднее 26 сентября то есть завтра до 8 вечера по московскому времени включительно оплата от вас будет сегодня или завтра это вот это вот воплощение угрозы принимайте звонки да я спрашиваю когда будет платеж 25 или 26 страшно как так можно вот вообще к себе относиться да с тобой я разговариваю с тобой я тебе задаю вопрос вот вы когда говорите принимайте звонки вот это и есть вот это вот то что сейчас происходит не говорила денис владимирович я уточнила когда будет оплата не перепланируйте просто не так давно работаешь и не говорите то что вы хотите слышать ну ты же там не одна курица работаешь у вас в этом курятнике денис владимирович денис владимирович возвращаемся в реальность к вашей возможности но ты все равно сейчас скажешь денис владимирович я чувствую ты в конце скажешь принимайте звонки принимайте но никто ничего не выдумает и принимайте звонки да я рекомендую конструктивно вести диалог в банке и взыскание продолжается я так не говорю он на автомате уже так он не может так не говорить это самая страшная по ее мнению самая страшная пугалка которая может от эверест последовать здравствуйте 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 меня зовут михайлов алексей владимирович я ведущий специалист отдела клиентского взыскания ау альфа банк скажите пожалуйста на может быть сейчас подойти к телефону вот алексей василич ну ты никакой не специалист тем более не ведущий да какая разница ты же вот сам себя назвал несуществующие должность тебе присвоил ты не специалист не ведущий ты просто оператор зачем ты сходу врать начинаешь а потом надеешься на то что кто-то с тобой будет конструктивно разговаривать всем известно что что ты простой оператор я понимаю что я не ответил не нужно комментировать то что я делаю вы выключишься я не могу сказать что я вас предъяваю есть сегодня 5 данных привыкай твоя жизнь это все время попытка извиниться поэтому вот это жизнь твоя я привела тебя вот туда куда ты сейчас находишься я не ответил я не позднее всего вопрос констатировать ситуацию ты научился ведущий иметь специалист не специалист уж тем более не ведущий а простой оператор колл-центра неудачник это если по жизни вот по своей и по твоей судить я по своей говорю да и параллели провожу с твоей неудачник неумеха тетеха ну и соответственно несчастное существо да так надо так друзья надо надо так да это жестко они не на работе это работой назвать нельзя вот кто пишет они на работе зачем с ними так или там даже ругают меня я понимаю и не злюсь на таких и конечно же никогда не буду в ответ что-то писать это ваше право спасибо за мнение как говорится но они не на работе это вам мое мнение это за работу я не могу считать как я говорю это повинность добровольная ну я понял нифига вот там индейца ну так по сути вам тебе-то ничего не было это его уже проблема что он упал мне на голову да 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 я говорю так тебе-то без разницы по сути упала 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 на голову ну потом там писанин бумажки и геморрой было бы да конечно разорванной головы там да никому это не нужно ну да ты там что как что-либо пока я сру я зарабатываю чистыми два миллиона четыреста двадцать тысяч рублей нет уже я так и понял что у тебя голос такой удовлетворенный выждал ты дома уже что ли? угу и что вы решили как вы будете закрывать вот эти батареи все это остальное если этот забухал сам Саша выставишь что? да ДСП поставим да и все кого? ДСП или Арголит ну я понял Саша вот сам ставишь что ли? не Леха ммм ну понял ты меня что ли перезваниваешь? Сань что? собеседник поставил звонок на удержание разговор будет продолжен ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх были свидетелем чего-то необычного услышали оставим это как говорится для памяти на нашем канале мало ли вдруг понадобится доказательствах чуть нехорошего 17 43 по московскому времени запись разговора двадцать пятого но девятого 2023 мы не при делах мы вот переадресации здравствуйте алё кто это это компания ситилус вас беспокоит николай павлович афанасенко меня зовут запись нашего с вами разговора ведется а вы еще верно верно извините не расслышал вас верно говорю замечательно владимир сергеевич я еще раз представлюсь николай павлович афанасенко меня зовут компания ситилус запись разговора ведется по поводу долга вашего незакрытого давайте без грубости 27 тысяч пятьсот пятьдесят три рубля вашего долга человек но если вы будете просто хамить естественно другой вопрос то что вам же дальше принимать звонки в свою сторону терпил там собралось я слышу много звоните вообще вопросов нет я спокойно понимаете в данном случае взаимодействие терпите именно вы не я вас впервые слышал возможно я вот на этот счет наш как говорю вот вы себе придумали дурочки что это нам проблематично до принимать таких как вы вот в качестве звонков это ваша проблема вам придется звонить надеется что вас не пошлют нахер блять каждый раз все больше и чаще блять разочаровываться своих ожиданиях похер звоните чем чаще тем лучше блять терпилы блять кто вас вообще блять боится или блять серьезно воспринимать конечно буду блять вот данном случае вы меня ничем не удивили привычный блять привычный блять конечно да ума набирайся долбоё блять мне говорит не удивите даже я до такой степени уже удивленный в этой жизни здравствуйте сбербанк специалист исламова любовь александровна диалог наш с вами записывается могу слышать меня то бишь слушайте на здоровье любовь александровна это выдал мы позвонили вам по вашей кредитной карте 2 200 не оплата у вас на сегодняшний день плюс завтра новый платеж еще 200 то есть нужно вам вносить ориентировочно 24 300 сегодня завтра внесете оплату не вы знаете любовь александровна я тут решение принял жизнеутверждающая и может быть самое главное за последнее время в своей жизни обратился в компанию получил необходимые консультации все проверил общем как вы подозреваете наверняка допускаете что мне не только в сбербанке ответственность определенного рода существует неприятное как и у большинства моих соотечественников еще во многих многих банках и микрофинансовых организаций в общем то я почему-то думал что это мне выбирать а на самом деле существует обязанность в законе прописанное так что уж извольте я не договорил я не договорил же да а вы меня перебивать что вы поняли что вы подали на банкротство почему набрали-то кредитов столько что не можете платить для чего брали тогда ну вот это вот не вашего ума дело барышня честное слово мы просто это же все проверяется да и проверяйте ради бога проверяйте ради бога совершенно верно а вам сколько вам и того и вам и того меньше а вы тут меня раздумали жизни учить я правильно понял Александр Андреевич уходите от темы уходим от темы про возраст вопрос вы знаете что даже после процедуры банкротства банк может возобновить взыскание и долги не всегда списываются банкротом можно могут признать статус дадут а долги не спишут у вас трудоспособный возраст вы можете работать и зарабатывать и оплачиваете то что потратили по пунктам любовь александровна что значит после присвоения статуса банкрота банк опять может начать взыскивать это как если все долги списаны будете работать но их могут не списать почему вы уверены то в этом нет я правильно вас понял первое ваше умозаключение с позволения сказать звучало именно так что после того как меня признают банкротом я правильно понял банк все равно банк остается право остается право взыскивать с банкрота да потому что есть банкротство без списания долгов то есть не всегда долги списывают вы почитайте практику судебно в моем случае и что это меняет ну вы можете работать вы можете погашать долги суд ведь это все рассматривает все сделки проверяются за последние три года ну да как зарплаты работайте погашать а я ничего что за формулировки это это что вообще за эпитеты здесь неуместны честно потратил деньги честно а можно их бесчестно потратить или что чего такое по разному можно как это ну вот это вот действие оно мне кажется не подразумевает применение этих самых эпитетов честно бесчестно просто потратил По сути, я разбираю ваше умозаключение, это вы есть по сути, вы даете какие-то перлы, которые просто невозможно без внимания оставить. Тут же претендуете на статус учителя жизни. Опять же, какие-то юридические навыки тут пытаетесь демонстрировать, сопровождая их космическими поглупостями заявлениями. То есть вы намерены банку не платить, Александр Андреевич, я правильно вашу позицию понимаю? В жизни людей учить, а? А сами в этой жизни разобрались? Александр Андреевич, Александр Андреевич, не о том говорим. По оплате мы не договариваемся. Я правильно понимаю? Я вообще с вами не собираюсь ничего обсуждать, я вам выдал сама достаточную информацию. Человек обязан при сумме обязательств более 500 тысяч заявить о банкротстве, если он не может их обслуживать. И ваше любопытство здесь никакой роли не играет. Почитайте судебную практику для интереса. Какую еще судебную практику? Надо закон 127 читать и анализировать, что там написано. Кого признают банкротами и что проверяют? Проанализируйте. Вы понимаете, что существует обязанность гражданина? Понимаю. Понимаю. Независимо от того, какой результат. Это право. Александр Андреевич, не обязанность, а право. То есть есть право подать на банкротство. 213.4. Внимание. 127 федеральный закон. Статья 213.4. Заявление гражданина о признании его банкротом. Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводят к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами. И размер таких обязательств и обязанностей в совокупности составляет не менее чем 500 тысяч рублей не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. Так вот. Не право, а обязанность. А не так, как вы сказали. Не обязанность. Это не со мной вы пытались спорить, а с законом. И оказались в проигрыше. И жизни учить вы будете своих детей, когда их нарожаете. Но не вздумайте плодиться, пока вы на этой работе числитесь. Пока у вас в мозгах. Я знаю. Но вам это нужно услышать. И вы это услышали. И вот, друзья, когда вам начинают вот это все рассказывать, я всегда просто кричу, заклинаю, пытаюсь убедить вас всех. Анализируйте. И я не призываю досконально изучать 127-й федеральный закон, хотя просто заглянуть туда не помешает. Анализируйте. Знаете, что? Почему они это говорят? Какая цель? Что им нужно? Вот, что важно. Прокрутить в голове, произвести тот самый анализ и сделать выводы. Ну, а если хотите, 127-й федеральный закон. Это то, что важно прочитать. Конечно же, 213-я статья в этом законе, точка 4. Заявление гражданина о признании его банкротом. Это вот то, что я сейчас засчитал. Дальше. 213-я, точка 6. Особенности рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. Тоже почитайте. Дальше. Из 127-го федерального закона. Это статья 61.3. Как раз-таки вы можете парировать их выпады в отношении того, что заплатите, заплатите. Нельзя платить. Я сейчас своими словами, если вы приняли решение кому-то одному, а другому не платить. И здесь можно список долгий и длинный. Меня часто спрашивают, на какие статьи опираться. А дальше я могу вам рассказать про ГПК РФ, Гражданско-процессуальный кодекс. Там статья 3. Право пострадавшей стороны обратиться в суд, когда мы им говорим, идите на три буквы, посередине буква У. Да. Многие из них, особенно, да, все и мальчики, и девочки думают совсем о другом месте. Надо о работе думать. А если о работе думать, то, конечно же, будете думать про суд, а не про то, что вы думаете обычно. Ну, вообще классика – это ГК РФ, 808-я статья. Классика в общении с онлайн-займами. Это форма договора, что договор между юрлицом и физлицом должен быть составлен в письменной форме. И в дополнение к этому пункту, к 808-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, когда они будут вам говорить про оферту, про 434-ю статью, про 353-й федеральный закон, о том, что можно там всякие разные договоры делать, да. Вы им читаете статью 7, заключение потребительского кредита займа. Тут написано «Договор потребительского кредита займа заключается в порядке, установленном законодательством». Ну и дальше развиваете тему. Кстати говоря, не лишним будет запастись знанием в формате ГПК РФ Гражданско-процессуальный кодекс. Статья 71 о необходимости письменных доказательств тоже можете им, как говорится, фары вырубать. Ну а дальше уже 63-й федеральный закон про электронную подпись, когда они вам прицепом начинают. Так вот, вы им статью 5 прочитайте или сами почитайте, чтобы потом понимать виды электронных подписей. Статья 6 в этом же 63-м ФЗ «Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью». Изучите сами для начала. И вот ГК РФ как раз-таки статья 434 «Форма договора». Договор может быть заключен в любой форме, они часто на это ссылаются. Но, внимание, договор, здесь не написано договор займа, здесь написано «Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок или законом для договоров данного вида». Понимаете? Почитайте. Еще раз внимание. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Сейчас мы говорим о договоре займа. И форма установлена в 808 статье. Я понимаю, что юристы могут сказать, что здесь все так вот размыто. Но вы когда общаетесь, я сейчас к простым людям обращаюсь, общайтесь с этими звонарями, которых есть одна единственная цель – запудрить вам мозги. Так вот, не поддавайтесь так легко. Демонстрируйте свою экспертность, они сдуваются очень быстро, а вам настроение, как говорится, только повысится от этого. Ну, на сегодня как бы так все, вот такая рекомендация, рекомендасьон, если хотите. Друзья, не позволяйте себя унижать, обманывать и обирать. Но в то же время, перед тем, как взять очередной кредит или займ, задумайтесь, а все ли так плохо? На самом ли деле вы не сможете прожить без этого? И внимание, особое отношение сейчас, особый посыл, если хотите, для тех, кто берет эти займы, чтобы оплатить другой займ. Проснитесь, очнитесь. Оставьте просто заявку сейчас на бесплатную консультацию, подождите там денек, а то и сразу вам позвонят. И задайте этот вопрос специалисту компании Алям. Правильно ли вы делаете перекредитовость, чтобы оплатить другие займы? Знаете, что я вам скажу? Да вы сами понимаете, без всяких специалистов, что вы в заднице, в кредитной истерике, и это вам не поможет. Нет, не поможет. Клад вы не найдете. Богатый родственник не умрет в ближайшее время, потому что, скорее всего, у вас нет таковых. И наследство вам, естественно, никакое не достанется. Ну а в лотерею, ну только если в лотерею выиграете. Ладно, делайте выводы. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин